О защите Волчанска в целом расскажет Денис Никитин, командир русского добровольческого корпуса. Вот спустя сутки после освобождения агрегатного завода, какая ситуация на объекте? Не предпринимают ли противник попыток контрмер? Сегодня ночью по территории Волчанского агрегатного завода был нанесен удар системой ТОС. Порядка восьми залпов прилетело в левую часть комплекса. То есть завод по-прежнему находится под артиллерийским обстрелом силы СРФ. В целом постепенно туда уже затягиваются бойцы Гварджуны сил Украины, 57-й бригады, которые, по сути дела, держали периметр все это время. Ну, в общем, обстановка по-прежнему боевая. Подробнее, как готовилась операция по освобождению завода, сколько она продолжалась, какие подразделения были задействованы, а также с какими трудностями вы столкнулись, выполняя это задание? Ну, подразделения вы, в принципе, перечислили абсолютно верно. Те, которые принимали участие в атаке на Волчанский агрегатный завод, могу их только повторить, да, это «Стугна», «Рагон», «Юнгер», «БДК», «Террор» и русский добровольческий корпус. Операция планировалась действительно довольно долго, довольно тщательно. Мы располагали 3D-моделью комплекса зданий. Мы связывались с сотрудниками, с начальником службы охраны бывшего агрегатного завода, уточняли у них подробности. У нас были планы БТИ этих зданий. Мы пытались, да, как-то максимально тщательно, максимально скрупулезно продумать и пути снабжения наших бойцов. Мы понимали, что это будет ни один, ни два дня. Официальное начало операции, по сути дела, 13 сентября, так что она длилась больше, чем одна неделя. «Раг» очень сильно упирался, держался буквально, действительно, за каждое здание. Сложности связаны с тем, что это обширная территория, это толстые железобетонные конструкции, с одной стороны, с другой стороны, это лабиринт подвальных, полуподвальных помещений, цокольных этажей. Там были действительно оборудованы огневые точки, то есть коридоры перегорожены мешками с песком, пулеметные точки. У врага также было неплохо, неплохо налажено снабжение по воздуху, и впеведронами они доставляли себе посылки с медикаментами, с едой. К нашему большому удивлению мы обнаружили два колодца, которые были прорыты под зданиями, и там получали источники грунтовых вод, обороняющиеся, и с помощью таблеток, порошка для очистки воды, они, по сути дела, делают воду пригодной для питья. В общем, они были готовы там оборону держать довольно долго, и, по сути дела, с мая месяца Волчанский агрегатный завод находился под оккупацией сил БСРМ. Проведена ли уже оценка, какими силами обладали оккупанты на агрегатном заводе? Какие средства и подразделения были задействованы для отражения операции ГУРА? По сути дела, из тех документов, которые мы получили, это, что называется, сборная «Солянка», там разные представители разных спецподразделений, там были, безусловно, бойцы Штурм-В и обычные контрактники. Мы не можем на данный момент точно сказать число убитых, потому что многие находятся по-прежнему под завалами, да, вы должны понимать, вот, например, ту часть здания, которая освобождала мое боевое подразделение, это восьмиметровые потолки, это огромный цех, потолки отвалились, под завалами находятся еще тела войск соперника, полуподвальные этажи тоже завалены, там тоже, конечно, есть тела, да, судя по запаху, которые они источают, то есть подсчета точного нет, я могу сказать, что от 50, наверное, до 80 солдат противника на этом заводе свою жизнь окончили. Это такие грубые, грубые пока оценки. А что у нас, точнее, у ваших подразделений, скажем так, с пленными, да, удалось ли взять в плен кого-то из бойцов российской армии? Да, бойцы русского добровольческого корпуса на момент 24 сентября взяли в плен 8 солдат армии РФ, я, насколько знаю, шестерых пленных взяли наши соратники из вышеупомянутых подразделений. То есть примерно в районе двух десятков пленных, наверное, в общей сложности будет, потому что некоторые пленные были взяты тоже нашими силами, силами наших смежных подразделений на подходе к Волчанскому агрегатному заводу, они прорывались на МТЛБ, на помощь, на укреп окруженной группировки, но они были уничтожены, и вот некоторых из них тоже, насколько я знаю, удалось взять в плен, с одним я даже успел пообщаться. Ну, то есть порядка 20 человек – это пленные на данный момент. Вы говорите, да, порядка 50-80 ликвидированных бойцов, плюс еще пленные. Довольно серьезная оборона этого объекта была, да, от Российской Федерации. Я правильно понимаю? Да, безусловно, они за этот объект цеплялись, по большому счету из-за того, что армия России действует всегда в едином ключе, да, то есть они не могут нормально, без боя взять ни один населенный пункт, поэтому они просто превращают их в Сталинград, и, по сути дела, там, ну, оборонять руины невозможно. А вот оборонять промзону, да, с большим количеством подземных тоннелей, с толстыми железобетонными укреплениями, конечно, можно. Поэтому, по сути дела, как мы предполагаем, глобальный план вооруженных сил РФ заключался в том, чтобы использовать территорию завода и комплекс зданий завода как плацдарм, вполне себе, наверное, мог быть, это и батальонный опорный пункт для дальнейшего наступления на Волчанск. А вот объясните, пожалуйста, для нашей аудитории, чем важен этот агрегатный завод, да, в контексте обороны Волчанска и вот в целом даже для освобождения Харьковской области? Это полноценная заноза, которая находилась, повторюсь, да, с мая месяца в теле обороны, в линии обороны Волчанска в целом. То есть, с одной стороны, комплекс завода был защищен рекой, а с другой стороны находились бойцы 57-й бригады вооруженных сил Украины. Но нельзя сказать, что завод был полностью изолирован, да, то есть снабжение по воздуху, по сути дела, не прекращалось, и постоянная угроза тылу 57-й бригады существовала, да, и в какой-то момент можно было бы предположить, что, ну, какая-то мощная танковая колонна, колонна техники прорвалась бы, да, к заводу пробила бы окружение и могла бы там вполне себе расположиться и оттуда начать наступательные действия уже на часть Волчанска. И это создавало перманентную угрозу, по сути дела, всей линии обороны. Ну, вы не можете продвигаться вперед, когда у вас в тылу группировка противника в таком серьезном укрепрайоне. Это просто, ну, это ставит под угрозу все дальнейшее продвижение. Денис, ну, еще один важный вопрос. Что дальше, да? Какие возможности открывает вот зачистка агрегатного завода для вооруженных сил Украины? Какие действия будут предприниматься далее? Безусловно, это снимает очень серьезное напряжение с всей линии обороны Волчанска, да, это, по сути дела, выравнивает линию обороны. И, конечно, это очень сильно осложняет вообще любое возможное продвижение войск РФ в сторону Волчанска, в сторону Харькова. Из-за того, что они превращают любой городской пейзаж, да, в, по сути дела, лунный или такой сталинградский, им теперь негде накапливаться, им негде накапливать свои резервы для дальнейшего продвижения. Поэтому им приходится наступать аж из Шебекина, там, порядка 10 километров. И, конечно, передвигаясь по открытой, да, полуразрушенной местности, вся техника и живая сила противника становится легкой добычей для артиллерии Вооруженных сил Украины или для дронов. Вот, по сути дела, сами они себя и погубили такой тактикой. Все четыре МТЛБ, которые ехали на подкрепление к окруженной группировке на Волчанский агрегатный завод, они были уничтожены, потому что их можно было, по сути дела, уже издалека разглядеть и уничтожить на подходах. То же самое касается пехоты. Они сейчас стараются передвигаться только ночью, да, в таких специальных накидках, которые тепловой контур размазывают и позволяют так более-менее, более-менее безопасно передвигаться, потому что все, любое другое передвижение, оно сразу засекается и силы беспилотных систем прекрасно выполняют свою работу. Им тоже отдельное спасибо за то, что помогали нам в этой операции. И, на свою очередь, мы и вас благодарим за вашу работу и желаем дальнейших продвижений вам и вашим смежным подразделениям. Денис Никитин, командир Русского добровольческого корпуса.